доброе утро дорогие коллеги приветствую всех на интерстриме инвесторов utrade tv меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу инвестиционные идеи за сегодня сегодня у нас уже 29 января 2020 года среда конечно конечно это уже трендовый супер трендовый самый трендовый день поэтому настраиваемся на серьезные заработки но главное не в этом главное друзья что ровно через 30 дней к нам придет весна друзья это главное событие и следующие 40 минут я буду петь песню лайла в честь этого события ну ладно передумал давайте все-таки говорим по тропа поговорим по трейдингу но и не будем забывать об этом радостном событии я люблю весну когда все цветет новые идеи новые надежды ну и давайте посмотрим какие новые надежды нам несут финансовые рынки технический фундаментальный анализ и примем решение и так друзья вчера еврик под нашими молитвами пошел наверх помните я продал развернул рынок своей я вернее от купил закрыл шартовую позицию по евро развернул рынок и мы добились успеха но коллеги к сожалению рынок постояв 6 часов на отметке 1 10 21 все-таки развернулся вниз ну и на этом часе буквально сильный пробой состоялся 1 10 в моменте и конечно тут уже надо продвигаться графиком пониже явно мы смотрим вниз к сожалению движение по евро пока вниз на ту отметку о которой мы говорили ранее до 1 10 мы уже на ней практически да но посмотрим мы штурмом штурмом в очередной раз эту отметку что будет никто сказать не может но евро вниз фунт друзья и фунтик посмотрите вчера его загнали назад в треугольник а сегодня он выпадает из него идет вниз 1 30 11 и тоже смотрится вниз на ширину треугольника то есть глубоко доллар японская иена живет на зло всем доллар по инструментам как мы видели укрепляется по евро фунтику по крупным инструментам а позаметно меньше и не он падает ну так бывает доллар франк идет русле общего укрепления доллара пробивает наверх через сильную зону сопротивления 97 33 доверим доллар канадец тоже идет наверх верю австралиец пытается отбиться видите как мы вовремя его вчера продали и сразу после нашей продажи австралиец пошел наверх вот а вы знаете не верю не верю думаю что сейчас прогулялись сегодня наверх и его тоже развернут доллар тулецкая лира пошел в гору замечательно такс не вижу торговли в середине торгового диапазона вниз вверх вот ровно 50 на 50 snp 500 коллеги загнали его назад вчера смотрите загнали вчера мне кажется истерика корона вируса заканчивается раз фанда пошла укрепляться хотя бы какая-то не просто какая-то снт 500 значит дело уже получше золото пытается укрепиться но тоже середина торгового диапазона не буду ничего говорить послушать других людей а вот серебро удивляет резкий пробой вниз сейчас попытка коррекция небольшая а серебро смотрит вниз друзья а вот тема то есть у нас продажи серебра и здесь целью может быть 1653 это так-то на всякий случай доллар практически к цене ну замечательно как интересная идея друзья WTI растет второй день было бы шикарно значит гриб закончился бренд растет третий день 59.39 5402 здесь 59.39 контракты разные друзья WTI мартовский контракт бренд апрельский но как есть в торговой системе так я их и поставил натуральный газ мы тоже смотрим друзья с интересом вчера хорошо вырос сегодня снижается пока не видно его наверх сегодня и смотрим также китайский юань посмотрите доллар как хорошо рос а вчера снизился по китайскому я юаню друзья укрепление китайского юаня вчера один на мой взгляд из важнейших элементов предположения того что истерика коронавируса заканчивается потому что основная точка событий естественно китай это что то сказать китай уже начинают укрепляться значит уже все меры приняты все как бы успокаивается все друзья давайте посмотрим дальше на фундаментальные новости пентагон анонсировал испытания 4 гиперзвуковых ракет до конца года все друзья мы в полномасштабной гонке вооружений юбис собирается на принять на работу швейцарский финансовый банковский гигант вы знаете юбис принять на работу 20 управляющих директоров чтобы возобновить активную инвестиционную деятельность вот так вот какие решения серьезные сша новость такая помните в афганистане погиб самолет оказывается это был военный самолет не рейсовый и там погиб в этом самолете руководитель ликвидации сулеймане ну случайно понятно совершенно смотрите нашли в беларуси пропали директора всех сахарных заводов что происходит ждем новостей кто в беларуси живет дайте нам знать по коронавирусу тоже есть две новости интересные но в китае понятно паника что-то все бегают суетятся пытаются выяснить что с этим делать а вот на украине выпустили в продажу фейковые вакцины от коронавируса стоимость одной такой вакцины составляет более 6 тысяч рублей но наши не отстают пишут орбидол начал рекламировать как средства начали рекламировать как средства от корона от корона вируса этим заинтересовалась фас я вижу в чате уже эту тему обсуждать и да действительно интересно нет коронавирус известен давно друзья лекарства создаются уже на протяжении двух десятилетий как минимум но орбидол никогда не позиционировал себя но с другой стороны я что хочу сказать что многие врачи я почитал вчера несколько мнений говорят что вообще-то это типа на антигриппозный препарат в целом любой подойдет поэтому не паникуйте если что-то волнуетесь примите антигриппозные или антивирусные какие-то препараты и типа она поможет потому что это лечение идет и противодействие идет рамках общего правила ничего там такого прям необычного нет но понятно штаммы какие-то другие но общие какие-то такие хорошие лекарства должны помочь вот так достаточно успокоительно звучали выступление целого ряда на специалистов в этой сфере я не специалист не знаю но посмотрим мне кажется раскручено просто на ровном месте друзья центробанк россии ищет выход из открытия пригласил 12 инвестиционных консультантов для помощи в продаже открытия речь идет о банковской группе сми узнали об идти об идее нового министра связи вы знаете его зовут максуд шадаев это министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций и он предложил дать силовикам доступ к данным россиян господин шадаев молчу мин труд удивил предложил снизить прожиточный минимум то есть что-то происходит я явно не в теме ну ладно наблюдаем что будет дальше монета друзья давайте спросим у монеты что она думает по поводу этого всего того что происходит на напомню что монета вчера показала села состоялся бай ну какие трудные дни у монеты слушайте второй день подряд в минус давайте спросим сегодня что она думает по нефти добыл этой апрельский нет мартовский контракт апрельский это бренд у нас бай видит монета на сегодня это тоже кстати будет антивирусным таскать действия если нефтюшка пойдет наверх макроэкономические индикаторы коллеги выходной в китае праздник весны испортили китайцам все выходные не знаю кто это сделал но сильно им подвалили выходные конечно всех позаперли в городах из крупных событий запасы сырой нефти 1830 ждут кстати положительные 0 4 миллиона баррелей заявление фомб в 2200 решение по процентной ставки фрс в 2200 и пресс-конференция фомб 2230 процентная ставка в крае сейчас 1 75 берем верхнюю границу ждут 1 75 без изменений но колебания на рынке само событие поднятие либо не поднятие всегда производит куда и как решать будем уже на месте вечером планировать и что-то предполагать как последнее время бесполезно абсолютно все друзья спасибо всем большое за участие в сегодняшнем эфире на мой взгляд доллар успешно достаточно демонстрирует доминирование по основным инструментом бороться с этим на мой взгляд не стоит что касается s&p 500 вполне вполне может быть что s&p 500 продолжит рост вместе с долларом сша сегодня напомню мы торгуем с вами интро дэй спасибо коллеги всем удачи хорошего настроения